продвинутая система лайков и экспертности фак вопрос-ответ и все в одном плагине пример перехожу в запись wordpress есть возможность вывести разного дизайна с разным текстом кнопки мне нравится кнопка не нравится блок эксперта где можно повесить кнопку аватарку имя где можно в всплывающем окне задать вопрос и вопрос отправиться на почту администратору также ниже можно задать неограниченное количество экспертных вопросов-ответов также факт или вопрос-ответ в раздвижном вот таком вот аккордеоне можно задать дизайн все настраивается на лету и все это в одном плагине подойдет абсолютно для любых целей для любого сайта меня зовут федор васильев и подробности в этом видео небольшая информация для тех кто не знают если у вас нет времени и вы сомневаетесь вы всегда сможете заказать сайт у меня позвонив мне бесплатно по телефону через приложение вайбер или ватсап номер мой вы сейчас видите у себя на экранах а я возвращаюсь к теме урока плагин естественно платный разработчики русские это очень хорошо если у вас вдруг возникнут вопросы после покупки плагина вы всегда сможете получить качественную поддержку на русском языке а это очень важный момент ссылку на покупку данного плагина если он вам вдруг понадобится я оставлю в описании под этим видео и на своем сайте в блоге и так я буквально набросал несколько элементов что просто вам показать сразу показываю что это будет смотреться и на мобильных устройствах то есть вы видите никуда за края ничто не уходит все нормально отображается в этом развороте тоже все нормально и как это работает после установки плагина плагин будет находиться на стройке вот его позиция вот здесь он находится здесь есть небольшие настройки основные где будет у вас прописан лицензионный ключ после покупки эксперты здесь можно добавить неограниченное количество экспертов то есть url аватара или выбрать аватар из медиа имя ссылка описание и также можно настроить где вводить в систему лайков лайки перед контентом записи лайки после контента также здесь возможность исключить записи контент лайков лайки для комментариев контент лайков для комментариев и появляется в редакторе у вас вот такая вот иконочка смотрите если мы с вами перейдем в запись я пройду в существующую свою запись вот здесь вот вы можете наблюдать фиолетовая такая иконочка как раз таки здесь у нас все и находится я выбираю например место на сайте где я хочу разместить какую-то информацию вопрос ответ или экспертность где человек может задать вопрос эксперту и так далее далее кликаю сюда и здесь давайте по порядку разберемся добавить блок эксперта добавить лайк добавить рейтинг лайков и добавить факт добавить блок эксперта давайте начнем сверху если я выбираю здесь у нас представлено несколько настроек то есть вверху у нас цветовая гамма это общий цветовая гамма для этого блока который мы будем блок эксперта реализовывать например я беру а вот такой вот синий просто кликнул по квадратику дальше эксперт показать эксперта эксперт указать вручную выбрать из пользователей например админ или выбрать из экспертов да если мы уже заранее в настройках добавили эксперта то есть например вы пишете какую-то статью вы эксперт в своих этих статьях да и внизу можно добавить такую информацию чтобы человек мог как-то с вами взаимодействовать дальше описание показать вопрос задать вопрос показать кнопку то есть да или нет задать вопрос задать вопрос здесь можно текст на кнопки поменять задать вопрос действия pop-up комментарии или ссылка и другие возможности давайте оставим пока pop-up то есть это у нас получается всплывающее окно текст если нужно можно указать дальше разворачиваем вопрос ответы здесь можно написать уже самые частые задаваемые вопросы здесь я просто напишу вопрос здесь ответ и так можно неограниченно добавить столько сколько вам нужно дальше здесь заголовок вопрос эксперту дальше смотрим у нас здесь есть рейтинг здесь вы можете выбрать добавить в текст максимум баллов указать сколько это будет добавить какой-то дополнительный текст и так далее дальше добавить плюс и минусы например плюс и минусы какого-то продукта до указать то есть какие есть плюсы какие есть минусы дальше пресс это это все ваши предварительные настройки сохранить чтобы например в следующей статье очень быстро вставить уже заготовку вашу пишите просто название нажимаете сохранить пресс от его здесь вот у меня будет видите в списке мой здесь будет большой список если вы там много сохраните пресс это все сделали нажимаем окей здесь это видно вот так имя именно в режиме редактирования если хотите этот блок отредактировать просто кликайте по нему появляется 10 карандашик и возвращаясь в режим редактирования обновляете запись и вот так вот у нас выглядит это блок эксперта вот так вот во всплывающем окне можно сразу посмотреть вот здесь вот например комментарии выбрать окей обновимся посмотрим как это будет отличаться задать вопрос у нас идет прокрутка к форме комментариев то есть очень такой мощный плагин у нас с вами получается далее мы с вами смотрим добавить лайк здесь вы можете выбрать стиль из предложенных конечно надо посмотреть будет каждый чтобы определиться какой вам больше понравится дальше размер кнопок иконки выравнивание left right слева справа центр да давайте по центру ну здесь все по-русски я думаю здесь и так все понятно текст на кнопке мне нравится мне не нравится давайте сразу посмотрим как это выглядит вот так это выглядит в режиме редактирования если я пройду на сайт обновлюсь вот у нас кнопки мне нравится или не нравится также есть возможность добавить рейтинг лайков заголовок и выбрать стиль из предложенных окей здесь будет показан итоговая таблица рейтинга и если нужно по желанию можно в каждой статье или в какой-то определенный добавить дополнительный блок фак так называемый или вопрос ответ здесь также можно выбрать дизайн показать заголовок стиль и здесь написать вопрос часто задаваемые вашими пользователями а здесь ответ и добавить их столько сколько вам нужно на сайте появляется вот такой вот блок по клику естественно методу стоит 11 место это однерки будет у вас например какой-то вопрос часто задаваемый человек кликает и получает сразу же вот здесь вот в этой области ответ на мой взгляд это очень уникальный плагин я минусов у него даже не знаю он легкий сайт не тормозит с ним разработчики русские значит будет потрясающая техподдержка вы сами справитесь установив это у себя крутая штука подходит мне кажется любому сайту особенно блогу если вы ведете статьи если вы хотите поведенческий фактор свой увеличить а это очень важно для вашего сайта для продвижения так как у нас люди сейчас не задерживаются на сайте до быстренько бегло прибегают информацию читают и уходит а для сайта полезно как можно дольше чтоб человек оставался на сайте в такие блоки они позволяют задерживать ваших посетителей на сайте то есть взаимодействуя с ними человек может задать вопрос человек прочитает факат вопрос-ответ нажмет на кнопку мне нравится то есть такие вещи да и подходят практически каждому сайту это может медицинский быть сайда это может быть кулинарный сайт и любого рода сайт в большинстве случаев какой-то образовательный сайт когда блок чему-то учит повторяю что ссылку я оставлю на покупку данного плагина в описании под этим видео также оставлю ссылку на своем сайте меня зовут федор васильев и до новых видео друзья в следующем видео